После того, как я сделал два ролика на тему о так называемом заговоре на YouTube, было очень много интересной реакции. Эти ролики назывались «Почему борьба русских блогеров на YouTube тщетна?» Это первый мой ролик. И потом был ролик «Паранойя камикадзе. Если закроют русский YouTube, здоровый взгляд на проблему». И там, и там, лично для себя я провел небольшой эксперимент. Вот, например, на втором ролике на 724 лайка, ну вот, например, на сегодняшний момент, стоит больше тысячи дизлайков. Здесь я выступил, казалось бы, против Димы камикадзе. Соответственно, у меня должно быть очень много лайков и мало дизлайков. Но получилась полная противоположность. То есть люди отреагировали ровно так, как и можно было прогнозировать. Дима Иванов, камикадзе, очень большая аудитория. В основном это все-таки люди, мне кажется, подростковые. Может быть, очень молодые люди до 30 лет. Очень горячие и бескомпромиссные. И вот поэтому именно они тогда так и отреагировали. Но потом я сказал, что я разберусь в этой проблеме и скажу свое мнение. Я думаю, что на сегодняшний момент я в этой проблеме разобрался, по крайней мере, для себя. И вот выводы, к которым я пришел. Прежде всего, я с удивлением обнаружил, что еще один канал, скажем так, про украинского блогера, американского дальнобойщика Павла, тоже закрыт. Он пытался открыть зеркало, то есть еще один канал дальнобой ТВ. Но и судя по всему, там тоже все не очень хорошо. Как я понял из слов Павла, канал закрыт не полностью, а на две недели. У меня было уже такое состояние. Правда, я не стал обращаться в интернет. Не стал создавать роликов типа прощальный ролик. Это мое последнее видео. Больше мы не увидимся. Я спокойно переждал две недели бана и продолжил свою работу. То, что сейчас получилось с Павлом, та же самая история. Он получил два страйка и его забанили на две недели плюс два месяца. Он не может проводить никакие пресс-конференции. Павел немножечко погрустнел, решил создать второй канал, но при этом он, видимо, как и каждый человек, который столкнется с такой проблемой, начал немножечко соображать, в чем же тут дело. И вот правильные мысли, которые пришли ему в голову, точно так же, как они когда-то пришли ко мне. Вот что он говорит. Послушайте. И, ну, можно, конечно, открыть новый почтовый адрес и открыть еще 10 каналов и бодаться. Я буду делать ролики, на них будут жаловаться, каналы будут закрываться. Это борьба с ветряными мельницами, как бы ни о чем. Я не хочу тратить на это свое время, потому что я не вижу смысла. Ну, YouTube, я понимаю его, я понимаю, им надо зарабатывать деньги, а деньги, как известно, не пахнут. Им, чувакам, которые сидят там где-то в Сан-Франциско, им абсолютно наплевать на события на Донбассе, им абсолютно наплевать на события в Крыму, в Сирии, там, далее и везде. Им главное, чтобы капали деньги. И можно пободаться, пободаться, потерять денег на адвоката, ничего не высудить. Ну, и, честно говоря, канал с 20 тысячами подписчиков мой, он не стоит того, чтобы за него, там, так сильно сражаться. Было бы 20 миллионов, если бы этот канал приносил, там, 200 тысяч долларов в месяц. Ну, да, тут есть за что бороться. А те 100-150 долларов, которые приносит этот канал, доходы, которые я трачу на благотворительность, Ну, я не вижу особого смысла бороться с ними и подать коллективный иск в американский суд против Ютуба. Я тоже отдаю себе отчет, что это никто не будет делать. Почему? Во-первых, это финансовые затраты очень большие. Потому что хороший адвокат стоит десятки тысяч долларов. Я не хочу тратить эти деньги, не хочу тратить эти деньги на борьбу с ними, потому что вероятность успешного исхода невелика. На Ютубе тоже хорошие юристы работают. В чем прав Павел? Во-первых, в двух вещах. Подобные каналы политической тематики не приносят слишком большого результата. По крайней мере, на начальном этапе. Вот это скрин моего канала. Посмотрите. Те ролики, которые на очень острую политическую тему, либо задевают какие-то чувства тех или иных национальностей, не монетизируются. Это видно на вот этом примере. И ролик про Януковича Кобзона, и ролик про Пашинина и Мережка. Неважно, сколько людей посмотрело этот ролик, я ничего с этого ролика не получаю. Дорогие подписчики моего канала, я больше чем уверен, что вам больше всего хотелось бы видеть на моем канале ролики на острые темы, либо где я выражаюсь именно так, как вам хотелось бы слышать. И поверьте мне, это тоже то, что я бы хотел говорить. Ну, например, мой ролик, который я сделал «Хочу, чтобы Россия за все ответила» или «Можем повторить» и «Величие России». Эти ролики, я могу сказать, что я делал их с большим желанием. Подобные ролики находят всегда ответ в аудитории, потому что людям передается как бы твой эмоциональный настрой, они просто чувствуют, что ты откровенен в таких работах. Но в том-то и дело, что если я буду действовать так, то, скорее всего, меня постигнет та же судьба, как все остальные острополитические каналы. На своем канале я очень часто озвучиваю какие-то блоги или, например, записи известных людей, просто потому, что считаю реально интересные материалы и хочется донести их до большого количества людей, по крайней мере, для подписчиков моего канала. Как вы видите, когда я делаю это, то есть только озвучиваю чей-то текст, ролики монетизируются и нет никаких проблем. Поэтому я понял лично для себя, если я хочу, чтобы этот канал существовал, мне придется и дальше делать то же самое. То есть попеременно чередовать какие-то материалы лично от себя с, например, озвучкой чьих-то других текстов. Я думаю, что я держусь еще за счет того, что параллельно ко всем остальным темам я открыл такой подкаст, как иммиграция и вопросы, связанные с иммиграцией. Эти ролики не набирают большое количество просмотров, но, по крайней мере, они не закрываются, на них я не получаю страйк, и они монетизируются. То есть я думаю, что если за моим каналом кто-то наблюдает, то они до конца не могут понять, какая же у меня направленность. Почему меня закроют? Меня закроют не потому, что существует некий заговор на YouTube, а потому, что, как я понял, алгоритм воздействия на неугодных блогеров такой. Это, кстати, дошло и до Павла Дальнобойщика, и я думаю, где-то доходит вообще до всех остальных. В том числе, я уверен, это абсолютно точно доходит до Камикадзе, но просто он хитрый парень, ему сейчас хочется оседлать волну, и хотелось, по крайней мере, и создать из себя образ некого такого рыцаря борьбы с YouTube. Насколько я знаю, он уже уехал из страны и призывает это сделать всех остальных, точно так же, как и я постоянно призываю всех здравомыслящих людей, но об этом мы поговорим еще. По-моему, штаб-квартире, которая находится в Сан-Франциско, абсолютно все равно. Они действуют по простому принципу. Как только на какое-то видео начинает капать большое количество жалоб, то, может быть, когда достигается определенное число, 10, 20, кто их знает, какие у них условия, они просто автоматически закрывают этот канал. Вернее, они сначала ставят страйк, один, предупреждают, как это делается на всех форумах, затем тебе ставят второй страйк, и третий страйк обозначает закрытие твоего канала. Они просто реагируют на реально поступившие жалобы. Если в Москве до сих пор существует так называемая фабрика троллей, я, кстати, вполне верю, что это может быть, то там, представьте себе, сидят люди, которые с утра до 5 часов получают зарплату за то, что они целенаправленно шерстят интернет, а затем на мои или подобные каналы систематически отсылать жалобы. В чем прав был Павел Длиннобойщик? Он призвал остальных сказать следующее. Ребята, если вы хотите каким-то образом бороться с кремлевскими троллями, разговорами, возмущениями или тем более обращением в суд, вы ничего не добьетесь. Самая лучшая борьба с ними – это бороться теми же самыми методами. И поверьте, YouTube будет закрывать их каналы точно так же, как и наши. Просто потому, что у них там автоматическая система, там вообще сидит робот. Вот это я понял, наблюдая за своими собственными роликами, монетизации и не монетизации тех или иных роликов. Просто, когда этих жалоб будет много, не одна, две, а тысяча, две тысячи, пять тысяч, то, возможно, и Шарий начнет говорить, «О, вы представляете, YouTube против меня ведет борьбу, потому что у меня уже второй страйк». Но в том-то и дело, что никто этим не занимается. Люди возмущаются, но никаких конкретных действий не происходит. Если я один или американский дальнобойщик-блогер пожалуется на то или иное видео Шария или Рой ТВ, но это, поймите, это капля в море. Если людям, гражданам страны, на которую напала другая страна, против которой совершается агрессия, извините насрать на все эти вещи, то почему нужно рассчитывать, что американские владельцы YouTube проникнутся и будут как-то там... Я понимаю, хотя я это не одобряю. А если твой ролик на какую-то остую тему, ну вот, например, как у меня было Пашинин и Мережко буквально недавно, и я уверен, на него очень много пожаловались, то просто закрыли монетизацию. Закрывают монетизацию раз, закрывают монетизацию два, выдают тебе страйк. Какое-то время проходит, ты не меняешься, выдают тебе второй страйк, и привет на третий раз закрывает твой канал. В чем прав американский дальнобойщик Павел? В том, что по большому счету создавать большое количество зеркал или дополнительные каналы бессмысленно. И я понял, что он этого делать не будет, и сейчас он работает над созданием своего собственного сайта, что лично я приветствую и считаю, что он прав. Мой канал с 22 тысячами подписчиков приносит очень маленький доход. Павел сказал, что он получает 150 долларов. Я думаю, что многие блогеры именно по этой причине не говорят, сколько они имеют на своем канале, потому что, ну это как бы даже такие стыдные деньги. В прошлом месяце за свой канал я получил 134 евро. Был месяц, когда я получал 111, один месяц я получил 200, уже не знаю по какой причине, но никогда больше 200 евро я за свою работу на этом канале не получал. Если 100-200 евро это доход, господа, то вы понятия не имеете, что значит доход. Я, конечно, не знаю, как зарабатывают сейчас люди в России и в Украине, но я очень сильно сомневаюсь, что для кого-то 100 долларов это такие хорошие привычные деньги. у нас за 100, за 60 евро можно купить, например, пару хороших джинс. Это даже не поощрение, а в общем-то трудно это назвать каким-то, ну не то, что с заработком. Я вообще ни к какой категории эти деньги не отношу, потому что это до такой степени смешные деньги, что их глупо даже озвучивать. Поэтому говорить, что мы заинтересованы в какой-то материальной стороне вопроса это глупости. Большинство блогеров, которые работают на политические темы, я думаю, это просто их внутренняя потребность. Тот же Дима Иванов говорит так, мне хочется высказаться, у него такой словесный понос, он так и говорит, я не могу его держать, и мне нужно все это выплеснуть. И он рад тому, что он нашел себя в этом деле. Кстати, Дима Иванов или, например, аналогичный ему Анатолий Шарий, они зарабатывают очень хорошо. Шарий даже один раз озвучил сумму в 40 тысяч долларов. Я думаю, что он прихвастнул. А вообще-то его доход где-то составляет от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Я уверен, что Дима Иванов зарабатывает тоже где-то около этого. Конечно, когда ты зарабатываешь 15 тысяч долларов, этим стоит заниматься. И у всех этих ребят, поверьте, и у Димы, и у Шария, они не в одиночку работают. У них там, ну скажем так, некая команда, team. Люди, которые а. просматривают всю информацию, б. создают видеоряд. Но у Шария вообще никого видеоряда нет, просто его говорящая голова. Но у Димы очень разнообразный контент. Кто-то ему подбирает материал, посматривает все новости, кому-то наверняка пишут тексты. И тогда, конечно, 10-15 тысяч долларов можно разделить на троих-пятерых человек, нанять профессионального дизайнера, и у вас будет отдельный телевизионный канал. Но прежде чем вы дойдете до этого состояния, это годы и годы просто кропотливой работы. Поверьте, для того, чтобы вот как я сейчас с 22 тысячами подписчиков зарабатывать эти несчастные 130 евро, мне приходится работать каждый день. Каждый день вы должны выпускать по ролику, или в перерывах через 1-2 дня обязательно должен выходить еще один ролик. Если вы этого не делаете, у вас сразу падает статистика, соответственно, каждый день вы открываете свою статистику, и вы видите, как сегодня у вас ушло 3-5 долларов, завтра минус 10-11, послезавтра еще минус 20, и в конечном счете к концу месяца, когда вам должны привезти деньги, у вас там практически ничего не остается. Поэтому серьезные блогеры работают каждый день на свой контент. Что это обозначает? Это обозначает, что вы должны быть в курсе событий, вы должны просматривать большое количество параллельных роликов или читать большое количество сообщений для того, чтобы хотя бы быть в теме. Дальше их необходимо рассортировать, выбрать для себя самое интересное, подходящее по твоей тематике, создать какой-то контент, набрать видеоряд, либо найти отрывки из других видео. Ютуб это не приветствует, поэтому это нужно делать аккуратно, поэтому лично я стараюсь в основном делать только какие-то фотографии, это проходит очень хорошо. Затем найти музыку, сделать титры, все остальное. То есть прежде чем вы вообще будете этим заниматься, вам необходимо еще и овладеть видеомонтажной программой, пройти курс обучения. Это долгий процесс. В результате, представьте себе, вы 30 дней в месяц, сидите погруженные в эту информацию, часа 3-4 у вас уходит минимум на создание даже самого маленького ролика, который там 10 минут, например, и затем каждый день вы выпускаете по новому материалу, в конце месяца вы имеете 130 евро. Если это мотивирует, то я не знаю. Ну, как бы я думаю, что каждый блогер в конечном счете думает, ну да, черт побери, Шарий, Дима, они же его зарабатывают по 10-15 тысяч, может быть я когда-нибудь дойду до этого состояния, и вроде я не совсем, то уж совсем бесплатно это делаю, и дальше и дальше занимаются этим. Но я также общался с немецкими блогерами, я слушал, что говорят в англоязычном сегменте, и вы знаете, у всех настроение, что касается Ютуб, не очень большое. Все поняли, что реальных доходов, по-моему, уже на Ютуб не будет. Это абсолютно точно, потому что нас слишком много. Извините меня, бабушка с какими-нибудь кулинарными рецептами, имеющая 350-500 тысяч подписчиков. Но вот вы знаете, Ютуб лучше ей будет платить, чем нам, допустим, таким, которые пытаются донести какую-то информацию. Одним словом, я и мне подобные, такие блогеры находятся под вопросом. Дима Иванов попал в плеяду одних из самых топовых блогеров. Почему? Потому что, честно говоря, ребята, он работает на Ютуб уже 10 лет. У него 10 лет стажа. И он выходил, как своего рода, юмористический блогер. Он очень много говорил на совсем темы, не касающиеся политики. Сначала он собирал себе большую аудиторию. И только на каком-то этапе, я думаю, что это тоже было после присоединения Крыма, он вдруг решил, что он будет оппозиционным блогером. В заключении, чтобы вы не запутались, я суммирую то, что я сказал. Первое. Можно попробовать открыть политический канал и посмотреть, как это будет. Второе. Убедиться в том, что сильно больших денег ты на этом не заработаешь. Хочется высказаться, высказывайся, но не жди, что на тебя посыпется золотой песок. Третье. Если твой канал и не поддерживают твои подписчики, если они не очень активно ставят лайки, если на тебя много жалуются и твой канал закрывают, то бессмысленно создавать какие-то вторые, третьи, пятые каналы. Четвертое. Если вы хотите зарабатывать на YouTube, то выбирайте себе темы, не относящиеся к политике, как я уже говорил, о выращивании кактусов, о породах собак, кулинарные рецепты, как собрать радиоприемник или что-то подобное. Вы на этом будете лучше и стабильнее зарабатывать, чем на политике. Пятое. Почему подобные каналы, как у меня, набирают довольно в короткий срок, много подписчиков и эта тенденция растет, потому что на официальных каналах телевидения нет альтернативного мнения. Если бы по телевидению было много альтернативных каналов, такие каналы, как мой или похожие на него, просто не имели бы вообще никакого шанса в информационном поле. Так как на телевидении не говорится вообще ничего, люди вынуждены искать какие-то альтернативные источники и так или иначе попадают на так называемые оппозиционные каналы. Все эти оппозиционные каналы держатся на энтузиазме самих авторов, потому что сильно большого дохода они не приносят, а если и начинают приносить хороший доход, то от 100-200 тысяч подписчиков не раньше, если еще к тому же рекламодатели готовы на твоем канале размещать свою рекламу. Седьмое. Не существует никакого специального заговора, ютуб не работает на Кремль, на ютубе сидят роботы-автоматчики, которые просто элементарно считывают количество жалоб, когда количество жалоб превышает определенный лимит, на канал ставят страйк, два страйка и канал уходит в утиль. Восьмое. Если бы люди понимали, что на самом деле ведется информационная война, то они бы не просто пассивно смотрели каналы, которые им нравятся, но и жаловались на контент, где бы они видели реально кремлевскую, например, пропаганду. Но так как люди не получают за это деньги, Вольгина или Савушкина, то они естественно этим не занимаются, так как нет реальной материальной заинтересованности. А пойти и написать жалобу, полностью заполнить всю ту форму, которая придет для того, чтобы пожаловаться, у многих людей просто не хватает элементарного терпения. Девятое. Своими предыдущими роликами лично для себя я доказал, что нет никакой накрутки дизлайков. Сами по себе лайки или дизлайки, насколько я понял, общую картину не меняют. Десятое. Сами блогеры ничего не смогут сделать против YouTube, никто не будет подавать в суд, никто не будет оплачивать дорогостоящих адвокатов. Это бессмысленно, хотя бы потому, что армия блогеров ничего с этого не имеет, а поэтому вкладываться деньгами в бесполезное дело никто не будет. Если каналы антипутинские каналы один за одним закроют, то скорее всего на этом все и закончится. В лучшем случае люди откроют свои собственные сайты, как это решил сейчас сделать Павел, либо просто уйдут из интернета. Возможно когда-нибудь появятся страницы альтернативную YouTube, скажем так, где будут остро выражаться на политические темы, я бы хотел конечно чтоб такое было, но до тех пор мы пока еще не дожили и поэтому нам придется подстраиваться под правила YouTube и как-то пытаться лавировать здесь, по крайней мере до момента пока твой канал не закрыли. О себе я хочу сказать, если мой канал закроют, я по примеру Павла Дальнобойщика открывать дополнительные каналы не буду, просто потому, что не вижу в этом ни малейшего смысла. Всем хорошего дня!